Народ должен знать Вопросы читателей Читаю один из них Новое правление квартирного товариства Каждый месяц самовольно повышает тарифы Например Кроме того оно упразднило все тарифы Кроме двух Расходы на дом и вода и канализация Вопрос в праве ли правления Так вольно распоряжаться тарифами И можем ли мы Перечислять на этой площади Сумму в ремонтный фонд Или каким то образом Другими бойкотировать оплату счетов Ну бойкотировать оплату счетов Это вопрос такой Очень скользкий Потому что Во-первых Основание для выставления счета Или основание для начисления Это потребление квартирного товарищества То есть КАЮ потребила какие то услуги За которые оно должно заплатить Поставщикам услуг После того как квартирное товарищество Получает эти счета Эти счета распределяются Тогда уже соответственно Между квартирами То есть квартирособственниками Членами квартирного товарищества Основа для распределения Обычно Обычно Прописана Прописана В уставе Основа для распределения Как это распределяется В каком виде На основе квадратного метра На основе квартирособственности На основе количества жильцов Или еще какой-нибудь метод начисления Происходит именно на основе устава То есть Как члены квартирного товарищества Порешили Какое решение они приняли Для начисления Если в уставе сказано Что Правление Решает Как начислять Что начислять Тогда Этот вопрос остается На уровне правления Я бы посоветовал В таких случаях Для начала Обратиться к уставу Квартирного товарищества Прочитать его Убедиться Что там Правление Не имеет это право делать И тогда созвать Общее Собрание Квартирного товарищества И Отозвать Правление И назначить новое правление Я все-таки уточню Да, речь идет о том Что оно Повышает Тарифы И Некоторые из этих тарифов Все-таки Наверное устанавливают Не правление А поставщики услуг Например Если оно повышает Тарифы за Электроэнергию И Квартирсобственникам Кажется Что товарищ Делает это самовольно Можно каким-то образом Узнать У поставщика услуги Какой тариф Действует на данный момент Поставщик услуг Опять же Не будет общаться С членом Квартирного товарищества У квартирного товарищества Это у нас Юридическое лицо Представитель юридического лица Это член правления Значит Поставщик Общается с членом правления Квартирное товарищество Получает счета И на основе этих счетов Начисляются уже И Оплаты За Коммунальные услуги Насколько Самовольно Если Исходя из этого вопроса Да То остается Такое ощущение Что Квартирное товарищество То есть Правление Квартирного товарищества Каждый месяц Собралось Смотрело Нет Сегодня денег мало Давайте сделаем сегодня 0,4 Цент С квадратного метра Через месяц Собрались Посмотрели Нет Денег все равно мало Давайте 0,6 Вот Именно вот такое ощущение Ставится Ну а вы не допускаете Что такое возможно Кто сказал Что такого невозможно Как это проверить Во-первых Опять же У квартирного товарищества У Управления Квартирного товарищества Есть обязанность Отчетности Перед Членами Квартирного товарищества Если Квартира собственники Члены Квартирного товарищества Считают Что правление Обманывает Правление Что-то не так То они имеют право Созвать Общее собрание На общем собрании Поставить вопрос Об отчетности О том Что Квартирное товарищество Что должны Правления Представить На отчете Перед членами Квартирного товарищества И получить данный отчет Или тогда Отозвать правление, назначить новое, посмотреть новое правление, сделать какую-нибудь ревизию, какой-нибудь аудит, связанный с... Аудит, наверное, будет неправильное слово, потому что аудитируют обычно все-таки у нас годовой отчет. Да, то есть полную ревизию, можно сказать, полную ревизию действий членов правления квартирного товарищества и посмотреть, насколько вне устава члены правления начисляли какие-то тарифы или изменяли какие-то тарифы. И тогда можно или посмотреть, куда эти деньги расходовались, нанесен ли какой-то ущерб квартирному товариществу или нет. Может быть, они и начисляют неправильный тариф, то есть получили от поставщиков услуг счетов, скажем, на 1000 евро, а выставили на 1500 евро. И 500 евро, деньги легли на счет квартирного товарищества, они там и есть, как резервные деньги, которые впоследствии квартирное товарищество может погашать какие-нибудь задолженности, связанные с неуплатами со стороны членов квартирного товарищества по счетам. Потому что какой-то буфер или фонд у любого квартирного товарищества на такие случаи должен быть. Но они же должны извещать об этом, да, жильцов, что мы немножко прибавляем в счете, чтобы у нас было... Это должно быть решение. Это должно быть решение общего собрания квартирного товарищества. Опять же, я говорю, что члены правления могут устанавливать тарифы только на основании устава. Устав – это так называемый внутренний закон, на основе которого живет квартирное товарищество. То есть, если в уставе такого нету, то они не имеют этого права делать. Если устав гласит, что все на усмотрение или решение правления, то правление решает. И оно будет законным, это решение. Просто насколько правильно поднимать, насколько правильно изменять, насколько часто это можно изменять. Это уже по отношению к членам квартирного товарищества должно правление смотреть. Что такое правильно, что нет. Изменение каждый месяц вполне возможно, это, как говорится, это чересчур жесткий подход такой. И, может быть, многим членам квартирного товарищества может не нравиться это дело. Потому что они рассчитывают на одну сумму денег, а получается совсем другая сумма денег. Не все же у нас имеют миллионные зарплаты. Очень многие живут от зарплаты до зарплаты. И они рассчитывают на конкретный фонд, на конкретную сумму, которую примерно они будут получать по счетам. Они знают, что коммунальный счет в пределах 100-120 евро, допустим. А здесь приходится 160 евро. Вдруг, ни с чего того. И они не понимают этого. У правления есть обязанность отчетности. И опять же, правление обязано давать пояснение. Можно обратиться к правлению с вопросами. Если правление отказывается пояснять что-то, опять возвращаемся к тому, что надо собрать общее собрание и на общем собрании принудить правление дать ответы. Если правление не дает ответы, если правление отказывается от всего, то поменять правление назначить новое, которое, опять же, сделает проверку работоспособности и работы, даже не работоспособности, а именно проверку того, чем занималось до этого правления, как были распределялись средства, не нанесен ли бывшим правлением какой-то ущерб квартирам товарищу, тогда, исходя из этого, принимать решение уже, что делать с бывшим правлением. То есть, идти против них исковым заявлением за нанесением ущерба, или оказывается, что все было нормально, да, тарифы повышались, да, может быть, не санкционировано, но и деньги все целы. И деньги можно использовать на ремонтный фонд, еще на что-то и так далее и так подобное. Потому что мы имеем коммунальный счет. От того, что, опять же, вернемся к тому, что в вопросе звучал, имеем ли мы право платить тогда, не платить в таком случае, или платить эти деньги, как и с пометкой в ремонтный фонд. У вас есть коммунальный счет. В коммунальном счете написано, какая сумма идет в ремонтный фонд, какая сумма идет на погашение потребленных услуг. Поэтому от того, что вы сделаете три проплаты, вот я считаю, это проплата правильная за услуги, и это проплата правильная за ремонтный фонд, да, но это все хорошо. Но теперь вопрос. Откуда вы знаете, что это именно с ваших высчитов именно правильная проплата за услуги? То есть самим считать все-таки не надо? Ну, самим считать это неправильно, потому что у нас очень многие, не многие, но некоторые считают, что они знают больше и лучше, что какие услуги платятся и так далее и тому подобное. Вот я точно знаю, мусор вывозят в четыре раза, и мне сосед с пятого дома сказал, что у них так. Каждый дом заказывает услугу у своего поставщика услугу. Цены могут разниться. Поэтому очень трудно сказать, это так или нет. Вполне возможно, что да, правление обманывает. Не факт, что это не так. А может быть и нет. Хорошо. Тогда поговорим дальше в данном случае о батареях и о плате за тепло. Женщина пишет, что бухгалтер распределяет с ее точки зрения сумму по теплу несправедливо. И из распечатки видно, что только несколько квартир платят за тепло 100% плату, а остальные платят с каким-то более низким коэффициентом. Сталкивались ли вы с чем-то подобным? Я на своей практике сталкивалась. Речь, скорее всего, идет о новых системах отопления с системой коэффициентов. Можете вы как-то прокомментировать это? Я в своей практике с таким не сталкивался. Я понимаю, что вполне возможно, на некоторые батареи поставлены счетчики. И в этом случае у людей, которые поставлены счетчики на тепло, они платят по счетчикам, а между других оставшихся жильцов распределяется остаточное тепло 100% между ними. И это правильно. Потому что один платит по счетчику. У меня стоит счетчик тепла. Мы просто приведем простой. И вы ставите просто на батарею? То есть каждый может сам поставить? Я понимаю... Или все-таки это общая система? Нет, нет. Счетчик тепла ставится на батарею. Счетчик тепла ставится на батарею. И он считает, что какое количество тепла потреблялось именно в данной батарее, данным отопительным прибором. Если у вас поставят... Нельзя поставить счетчики на 2 отопительных прибора, то есть на 2 радиатора батареи я поставлю, а на 2 нет. Нет. Не все ставятся, то ставятся во всей квартире. И смотрится, какое количество тепла отопительные приборы потребили. То есть я, как потребитель, плачу именно за то тепло, которое было потреблено мною. Здесь вопрос в следующем. Если, допустим, 10 квартир у нас потребляет по счетчикам, 10 квартир у нас потребляет, как говорится, из общего котла, то, естественно, вся оставшаяся тепловая энергия расходов будет распределена между этими 10 квартирами. Но тогда и потери тепла уйдут этим 10 квартирам. Да, я согласен. Но теперь вопрос. Как выделить эти потери тепла? Как? Я думаю, их только возможно выделить только тогда, если поставить на все квартиры, то есть все жильцы поставят себе счетчик тепла. Тогда у нас останется потеря тепла, которая будет распределяться, теперь уже исходя из устава, как мы раньше говорили, или на квадратные метры, или на квартира собственности, или как поставлено в уставе по поводу данного квартирного товарищества. Такие счетчики должны ставить все-таки жильцы сами, или это должно быть решение общего собрания, и товарищество свои деньги ставит? Опять же, это решение квартира собственников. Они хотят поставить от всего дома, и весь дом они обставят этими счетчиками. Или некоторые квартиры поставят сами себе. Никто не запрещает, и никто не может запретить квартира собственнику поставить себе счетчик тепла. Он ставит себе счетчик тепла, а он говорит об этом. Но ведь товарищ, ты должен как-то регулировать, насколько этот счетчик справится, насколько он правильно считает? У счетчика есть, естественно, так называемый знак, не качество, а знак проверки, по-эстонски это «талкный смэрк», который говорит, что этот счетчик считает правильно. И они опломбированы, и счетчики, естественно, и эти счетчики проверяются все в зависимости от того, как подразумевает данное техническое средство раз в два года, раз в год, раз в три года. Так, как и счетчики на воду. Точно так же их проверяют, точно так же их опломбируют, точно так же счетчик тепла. Никакой разницы нет. Теперь мы можем аналогию привести с счетчиками на воду. В десяти квартирах будет стоять счетчик на воду, в десяти квартирах не будет. То есть, десять квартир будут за воду платить именно так, как они платят по счетчикам, а десять квартир будут всю общую воду распределяться между десятью квартирами. А по-другому никак. Не выделить отдельно, что такое общая вода, что такое вода за потребляемыми именно квартирами. У нас же есть входящий счетчик на воду, выходящий счетчик, как говорится. Входит в квартиру столько, выходит столько. Тепло, точнее, на тепло, да, входит тепла столько, выходит тепла столько. Потеря тепла на дом такая-то. Десять квартир имеют счетчики, то есть мы считаем, что вот они потребили столько-то, все остальное потребляемое тепло уйдет куда? В остальных десять квартир, очевидно. В остальных десять квартир. Поэтому и из распечатки, что самое странное, из распечатки видно. Ну, очевидно, сравнивают соседей между собой, кто сколько заплатил. Ну, да, вряд ли это общую распечатку посылают, что квартира пятая за тепло получила 5 евро, квартира двадцатая за тепло получила 200 евро. И теперь, ай-ай-ай, какие все плохие. Нет. Сравнили, да. В чем вопрос? Поставьте счетчики на тепло. Все правление. Можно собраться, не правление, можно собрать общее собрание дома и решить, что на весь дом поставим счетчики. Также какие, опять же, аналогии можно привести стекление балкона, да, остекление балкона. Принять решение, что весь дом будут остеклять. Будет остеклять это за счет дома, за счет какого-то там заема. Или каждый квартирособственник заплатит за остекление отдельно. Но будет остекляться именно в таком формате, именно в таком, как говорится, в эти дни и разом. Или каждый будет сам себя остеклять. Аналогия. И никаких проблем я здесь не вижу, опять же. Я понимаю, что здесь всегда возникает вопрос несправедливости. Или справедливости. Это несправедливо, что я плачу больше. Кто сказал, что вы потребляете тепла меньше, чем они? Как это измерить? Поэтому очень сложно правильно ответить на этот вопрос. Я понимаю, что человек, вполне возможно, задававший этот вопрос, хотел услышать, что «Ой, это неправильно, все не так». Нет. Может быть, там есть какие-то ошибки, мы не знаем. Может быть, там что-то считается неправильным. Может быть. Нам это трудно ответить. Но в данном случае мы проанализировали ситуацию, которая может быть параллельно с счетчиками на воду, параллельно с счетчиками на тепло, что такая ситуация может быть, такие вещи могут быть. И по-другому распределить очень трудно, почти невозможно. Теперь остается этому человеку самому решить, получил он ответ на свой вопрос или нет. Или все-таки он остался недоволен и что-то не так. Спасибо, Август. Мы прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами. Всегда ли так важен внешний вид? Это залог успеха во многом. Подумайте лучше о содержании. Но не забывайте о форме. Идеальных людей нет. Но к совершенству надо стремиться. Хирург Ола Вивасар не оставит вашим недостаткам ни малейшего шанса. Мы продолжаем разговор с юристом и членом правления Синкосою Августом Гаром. Август, про батареи. Снова. Вернемся к старому. Вернемся к старому. Да, январь, холодно, батареи. Кто должен оплачивать квартирособственнику ремонт или замену батареи, если в квартире случилась авария? Батареи чугунные установлены еще с советских времен. То есть, как его построили, так установили. Денежные расходы должен нести квартирособственник, товарищество или все вместе? Мы много об этом говорили, но люди продолжают сомневаться, интересоваться. И правление говорит одно, то члены квартир товарищества считают другое. Вернемся к чему. Можно вернуться к тому, что в некоторых квартирных товариществах есть определенные договоренности, что батареи, допустим, то есть, все, что после крана, меняет квартирособственник. В некоторых квартирных товариществах есть договоренности, что любые технические коммуникации, связанные с отоплением квартиры, меняются с общего кошелька. То есть, частично покрывает квартирособственник, частично квартирное товарищество. Какая у нас есть практика? Практика обычно такая, что все, что после крана, это дело квартирного собственника. И судебная практика такая. Конечно, само по себе техническое сооружение дома относится к квартирному товариществу, то есть, оно относится к общей собственности. Трубы, все трубы, бегущие в доме, являются общими. То есть, они принадлежат всем сособственникам квартир. По идее, если уж совсем углубиться в юридическую практику, то было бы правильно, так как технические сооружения принадлежат всем, требовать со всех квартир деньги за замену моей батареи. Но в то же время и другие квартиры, собственники могут также потребовать это все. Поэтому такой подход, он настолько, как говорится, очень кулукас. Затратный. Затратный. Потому что это надо будет и заказывать в судах, и так далее, и тому подобное. В данном случае, ну не то, что в данном случае, а вот в связи с вопросом, все, что после крана, обычно меняет квартира собственника. С квартирным товариществом обсуждается просто количество ребер, или какие батареи могут быть установлены. Потому что есть определенные батареи, которые рассчитаны на определенное количество выдаваемого тепла. Если вы установите батарей, точнее этих ребер, чуть больше, чем можно, вы будете потреблять как бы тепла больше, у вас будет теплее, но за счет этого будет холоднее у других квартирособственников. То есть в других квартирах будет намного холоднее. Поэтому вид, скорее всего, батареи и количество ребер, они должны быть обусловлены не только метражом, но и в договоренность с квартирным товариществом. Сама вот эта услуга замены батареи и сама батарея, здесь опять же, еще раз говорю, все зависит от того, как квартирособственники приняли на общем собрании. Меняет это квартирособственник за свой счет, или это делает квартирное товарищество. Закон это никак не регулирует. Опять же, вернусь к тому, что по закону технические сооружения принадлежат квартирособственникам совместно. Это совместное имущество, техническое сооружение дома. Квартирное товарищество создается для того, чтобы обслуживать технические сооружения. Кошелек квартирного товарищества – это кошелек квартирособственников. Не забываем об этом. То есть, если вы хотите, чтобы квартирное товарищество за вас что-то заплатило, впоследствии вы все равно эти деньги внесете в тот же кошелек квартирного товарищества. Через ремонтный фонд, через резервный фонд, через еще какой-нибудь фонд. Ну так оно и будет. Все, что на данный момент имеется практика, повторюсь, третий, пятый, десятый раз. Все, что после крана – это собственность, квартира собственника. И в принципе он этим занимается. Есть договоренности разные в квартирных товариществах. Есть некоторые в квартирных товариществах. Батарею покупает, радиатор покупает. Квартира собственник, но специалист приходит и оплачивает работу специалиста квартирное товарищество. Все зависит от договоренности. Может быть, в данном случае, если никаких договоренностей нет, это все придется делать квартирособственнику. А как будет регулировать этот новый закон, вот этот ведущий, который в силу вступил уже сейчас, да, частично? Ну, он вступил в силу именно в пунктах, касаемых того, как перерегистрировать квартирное товарищество. А остальное будет в 2018 году. В 2018. Там все-таки говорится, технически, опять же, все точно так же, технические сооружения принадлежат за собственником, то есть квартирное товарищество несет, так как оно, квартирное товарищество создано для того, чтобы ухаживать за ними или как-то вести уход за техническими сооружениями. С 2018 года все остается в такой же силе, просто там более ясно прописано о том, что все, что, как говорится, до крана, это квартира принадлежит квартирному товариществу, все, что после крана принадлежит квартира собственникам. На данный момент, я понимаю, что мы имеем дело, допустим, с такими домами, где есть батареи. А есть такие дома, и последние все постройки, застройки, они идут уже с водяным отоплением в полу, то есть батареи у нас нету, радиаторов нету, отопительных систем, как таковых, таких внешних нету, все отопительные системы находятся в полу. А если там сломается? Это часть технического сооружения дома. Кранов? Краны есть. Они точно так же входят в квартиру, и с какого момента здесь? Опять же, мое мнение, что и здесь все, что до крана, это техническое сооружение, за которое несет ответственность квартира товарищества, все, что после крана, техническое сооружение, которое относится к конкретной квартире собственности, этот собственник ею владеет и за ней должен следить. Потому что, опять же, закон говорит о том, что квартира собственники должны следить за техническими сооружениями. Не только квартирное товарищество, но и квартира собственники. Поэтому неправильно показывать пальцем на квартирное товарищество. Я понимаю, что это юридическое лицо. Я понимаю, что всегда можно сказать, что квартирное товарищество плохое, оно не делает что-то. Но не забывайте, квартирное товарищество будет делать то, какое решение вы приняли, чтобы оно делало. Какие вы дали празды квартирному товариществу для того, чтобы оно что-то делало. И сколько вы туда заплатили денег. Продолжим тему батарей. Сегодня на портале Дельфи появилась статья о том, что член правления Ассоциации руководителей квартирных товариществ Елена Мутынин направила депутатам региологу письмо, в котором обращают внимание народных избранников на то, что из-за несовершенства действующего законодательства в Кохлоярве замерзают люди, которые не являются должниками по отоплению. Проблема в том, что с приходом осени многие квартирные товарищества всех городов уже получили черные метки от монополий в форме предупреждения, что отопление у них включаться не будет из-за долгов дома в целом. То есть существует коллективная ответственность дома перед коммунальными службами. Десять человек платят, три не платят. И в результате страдают все три. Раньше коммунальные службы отключали тепло прямо в зимний сезон. Это делать запретили. И закон изменили таким образом, что во время холодов нельзя отключать тепло. Ну и просто коммунальщики тогда уже не включают тепло с самой осенью. В результате очень многие люди вынуждены перебираться, особенно в Идавирума, где есть большой процент должников, они вынуждены перебираться в социальное жилье, к родственникам, к знакомым. И вот даже приводят тот пример, что товарищество подало на должников в суд, в суд приняло сторону товарищества и обязало хозяев погасить долг. Хозяева, естественно, они как не погашали, так и не погашают. Вмешались судебные исполнители, создали очевидный какой-то график или просто арестовали счет. Долг большой, и вся сумма сразу на счет товарищества не поступила. То есть решение есть, счет арестован, ну или график заключен, деньги поступают, но они будут поступать в течение нескольких лет. В то время как коммунальная служба требует сразу всю задолженно погасить, тогда включат тепло всему дому. Получается замкнутый круг. Ты можешь подавать на квартиру собственников в суд, можешь его выиграть, но это не значит, что тебе включат тепло. Да, любое законодательство, оно несовершенно. Всегда найдется какой-нибудь момент, который в свое время был непродуман, который надо изменить, и он будет изменяться только тогда, когда создадутся какие-то проблемы. А вот они есть уже. Да, они уже есть, но законодательство не изменяется по щелчку пальцев. Сегодня пришел министр, написал новое постановление или еще что-нибудь, и завтра оно уже действует. Нет, так не делается. Изменения законодательства, это все-таки определенный пул правил, которые должны, определенные шаги, которые оно должно пройти, и только тогда оно будет изменено. Вполне возможно, что это может занимать месяцы, а некоторые иногда и годы. Поэтому оно, скорее всего, изменится, я думаю. Но замкнутый круг, я согласен. Что касается, начнем, как говорится, сзади, то есть с конца, с судебных исполнителей. Вполне возможно, что там графика нет, потому что на график должно было дать соглашение само квартирное товарищество. То есть там есть определенное количество денег, которое поступает на счет, и судебный исполнитель забирает эти деньги, сосчитая людей. Как говорится, есть законопрожиточный минимум, который, как говорится, забрать со счета нельзя, и все, что остается сверху, судебный исполнитель забирает. Вполне возможно, это копейки, иногда это получается евро, иногда это 70 центов, иногда это 20 евро и так далее и тому подобное. Поэтому поступаемые таким образом деньги, они как бы, да, не горячо по-русски скажем. Долг за это время накопить еще больше. Абсолютно, потому что все равно не платится дальше. Все равно дальше не платится. Один из вариантов здесь потребовать у судебно-исполнительной продажи квартиры через аукцион. А у товарищества есть такое право? Конечно. Да, даже не зарестованных счетов? Конечно, потому что поступлений нету. И поступление не дает результата. Если от этого ни результата никакого нету, оно может потребовать продажи квартиры с молотка, так сказать. Другой вопрос. Кто такую квартиру захочет купить и сколько она будет стоить? И закроет ли она долг после продажи? Вполне возможно, она только частично покроет долг. Потому что не забываем, что судебный исполнитель изначально заберет свои деньги за организацию аукциона и остаток только перечислит теперь уже квартирному товариществу. и все равно остается, как говорится, сумма, по которому нельзя забрать меньше, чем прожиточный минимум. У нас есть только такое в законодательстве такое отхождение от правил только по поводу алиментов. То есть в этом случае, если человек получает минимум или меньше минимума, то судебный исполнитель может собрать половину от поступаемых денег на счет. Вполне возможно, что надо изменить эти правила от взыскания денег тоже. Кстати, у меня вопрос по ходу. Вы сказали, что долг может не быть покрыт весь после продажи квартиры. А кому он переходит? На кого? На нового собственника или остается за брежним собственником и тот продолжает платить? По идее в новом законодательстве с 2018 года он не будет переходить к новому собственнику. На данный момент покупаем квартиру с долгом. И поэтому или новый собственник оплачивает этот долг и у него получается, если он приобретает эту квартиру за долг, долг оплачивается, теперь вопрос, что хватит ему покрыть весь этот долг или нет. По идее долг переходит к ему и у него есть право, требование к должнику. То есть все-таки новый владелец может прийти к бывшему и сказать, слушай, Вася, это долг. Да, конечно. Потому что не он сделал долг. И тоже через суд. Конечно. И здесь, опять же я говорю, если бы я, допустим, приобретал такую квартиру, я бы пришел, посмотрел, что квартира стоит, допустим, долг 5 тысяч. Квартира выставлена с молотка за 3 тысячи. То есть приобретая эту квартиру за 3 тысячи, я приобретаю дополнительно, скорее всего, там 500 евро будет или 600 евро расходов судебного исполнителя. То есть моя сумма, которая за должность только 2 тысячи 400, и 2 600, оно как бы такое зависает. С одной стороны, это должен бывший квартирособственник, с другой стороны, по законодательству долг переходит не вместе с квартирой. Я бы такую квартиру не купил. Даже если она мне очень нравится. Или тогда, если она мне очень нравится, я готов ее приобрести, то у меня есть право требования уже исходя. То есть право требования переходит ко мне, от квартирного товарищества ко мне, и я могу требовать задолженность у этого товарища, у этого человека, так сказать, гражданина, не платильщика. Но согласен ли я ждать эти деньги? или, конечно, можно здесь договориться таким образом, опять же, на усмотрение с квартирой товарищества, что квартирное товарищество требует с того должника дальше, я получаю чистую квартиру и плачу за нее сразу дальше. То есть, у меня... конечно, никаких вопросов. Кстати, вот тоже один момент по поводу покупки жилья через судебного исполнителя. Тоже столкнулась с такой проблемой, когда люди купили жилье через судебного исполнителя, весь долг, который им показали, они оплатили, который был показан на сделке, а потом вдруг через какое-то время всплыл какой-то другой долг, о котором они не знали, на сделке о нем не было речи, но сейчас фирма, обслуживающая этот дом, требуется этих людей задолженность. Что делать? В принципе, долг есть. Это долг по коммунальным услугам за квартирное товарищество, за коммунальные услуги, скорее всего, какую-нибудь, и он переходит автоматически туда, да. Вопрос в том, что насколько добросовестно или недобросовестно свою работу выполнил теперь судебный исполнитель. Не обманул ли он клиента? Он получается таким образом, что обманул, потому что в договоре Да, вполне возможно, если это такое, как говорится, олульный рекомендатор. Важное нарушение. Важное нарушение, то можно расторгнуть договор. О чем? И потребовать куплю продажи, потребовать деньги обратно. Но к тому моменту, вот с этой ситуацией столкнулась моя знакомая, к тому моменту, когда всплыл долг, они уже взяли кредитный ремонт, отремонтировали квартиру, собственно, надо посмотреть, во-первых, когда этот долг возник, сколько этому долгу лет, если там, может, там и стекло, и право требования, исковое право требования, ну, такие моменты. Откуда этот долг? Может, этот долг нарисовали, может, у него нету оснований, потому что, опять же, если они говорят, вы нам должны, вы должны обосновать, насчет чего я должна. Можно поднять бумаги, опять же, у, конкретно, у судебного исполнителя, посмотреть, за что они оплатили, может, они, скажем честно, недобросовестные, решили на дурачка спросить еще денег, сказать и все. Потому что я тоже сталкивался с такими ситуациями, где квартирное товарищество требует с должника деньги, выходит в суд с большим требованием, а потом, когда начинаешь разбирать это требование, получается, что Пенина считает на Пени, их считали много раз, а там потом получилось, что, оказывается, частично деньги были уже оплачены, квартирная товарища случайно забыла об этом, и так далее, и там подобное. Такие случаи не бывают, поэтому... Поэтому лучше обратиться, наверное, к юристу сразу. Абсолютно. Это, во-первых, а что касается вот этой ситуации в Корт-Лай-Арве, но здесь, я понимаю, что это замкнутый круг, один, одна возможность выхода из круга, это как бы заключить договора напрямую с поставщиком, но вряд ли поставщик захочет напрямую договора заключить. Но ему это неинтересно. Ему это, вполне возможно, будет неинтересно, потому что дом обслуживать проще. То есть, опять же, дешевле выставить один счет, чем выставить там 90 счетов. Это уже расход какой. Плюс отдельным счетом надо выставлять общее количество потери тепла. и тогда надо бы отключать только одного, по поводу того, что монополист не монополист, это тоже вопрос. Я думаю, любая, даже если бы было пять других фирм еще, они бы делали то же самое. Поэтому, да. Спасибо, Август, встретимся с вами в эфире в феврале. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»